Рассеянный склероз Рассеянный склероз определился так, что на производстве упал в коридоре. Поднялся, встать уже сам самостоятельно не смог, и поэтому попросил помощи. После того, как реабилитировался, меня отправили в больницу. После нахождения в больнице, где-то на протяжении двух месяцев, был пройден курс лечения и реабилитации сразу. Это была реабилитация больничная, то есть физиотерапия, которая определяла функциональные свойства человека. То есть движение руками, ногами. У меня отсутствовало движение правой ноги и правой руки. То есть частичная правая парализация. После лечения и реабилитации у меня восстановились функции правой ноги и правой руки частично. То есть частично здесь надо определить 70%. После того, как появился экзоскелет, я в нем первый раз прошел тренировку. Получилось так, что после снятия экзоскелета я продолжал ходьбу, навыки, такие как в экзоскелете. То есть впечатления были для меня на ура. Это вызвало восторг. Во-первых, стал самостоятельно ходить, держать вертикальную стойку. После экзоскелета мне не потребовалось никаких подпорок, палочек для ходьбы. То есть я почувствовал, что я смогу вернуться к нормальной жизни. Надо лишь системные тренировки. В экзоскелете первый раз я прошел 4 года назад сеанс. Потом был повтор этого сеанса на протяжении где-то 2 года спустя. И вот сейчас третий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин